Всех приветствую на своем канале. Это будет, наверное, все-таки АСМР, потому что у меня слегка болит горло, и мне писали тут уже в личку, пока я была в деревне, под АСМР. В общем, это будет обзор моей четвертой уже поменяшки с Настей Зарецкой. Привет тебе, если смотришь меня. Это очень классно, замечательная девочка. С ней очень клево общаться легко, и ВКонтакте, и, ну, в общем, вы знаете, если вы уже видели первые три поменяшки с ней, конечно, будет ссылка на ее канал. И вот потом уже ссылка на видеообзор ее поменяшки от меня. Я ее посылала еще до деревни, от нее она пришла уже где-то в субботу, но так как я вчера приехала, то получила только сегодня. В общем, я ее вскрыла. Я надеюсь, будет видно. И я еще не смотрела, что тут, но что-то я знала, что она там посылает, но, как обычно, что-то было сюрпризом. От меня ей было полностью, практически, почти все, кроме этого продукта, сюрпризом, но это вы увидите у нее, соответственно, в обзоре. В общем, конечно, наверное, надо было вскрыть, но так коробочка вот такая. И, вы знаете, я уже вот столько раз в таких коробочках посылала сама и собирала их, я знала, как это собирается, но как ее открывать, я долго соображала почему-то. В общем, что тут у нас? Получилось так, что в прошлой поменяшке у меня были какие-то третьи продукты, которые мне не подошли, и я просто спросила Настю, если она не против, то что я ее там один раз, два раза затестила. В общем, получилось так, что в этой поменяшке у меня что-то вот, именно то, что не подошло Насте, но я, в принципе, не против и могу попробовать. Я к тому, что если заранее знать, что вот вещь какая-то немножко пользована, то я не против такого обмена. В общем, находки, конечно, она выглядела слегка побольше. Такие вот миниатюрки, я думаю, чисто для тестового это вполне сойдет, ну, понять, подойдет коже, не подойдет, попробовать. Сейчас я вскрою этот пакетик. В ходе, конечно, я не зарядила полноценно, но я очень надеюсь, что мне батарейки хватит, потому что я вчера приехала, в деревне там чуть-чуть еще пофотографировала. Фотки, возможно, выложу в ВКонтакте, если кому интересно, то гляньте по Насте, но зато тут шуршит пакетик, я думаю, это будет слышно. В общем, вот такая вот малюсенькая косметичка прикольная. Я надеюсь, что все-таки более-менее тихо говорю. Тут у нас миниатюрка кремика, это вообще средство для лица, клиник, тесты 100% в свободном доступе после вскрытия 24 месяца. В общем, до смешанного типа кожи потом. А, это, в общем, я тут понимаю, это, наверное, денечка. Это вот тоник, скорее всего. По-русски ни слова, на всех остальных есть. Ну да, сначала, скорее, сейчас увидим, если где-то там есть единичка. Ну и там есть еще инструкция. Короче, наверное, сначала умыть морду лица, потом протереть ее тоником, а потом ее уже кремиком. Да, вот это третий вариант. Это у нас гелик. Вот такой вот. Я, наверное, сегодня вечером его затестю. Ну, вообще, у меня заканчивается мой любимый маленький кремик, который будет потом в пустых баночках. Вообще, у меня, в принципе, есть куча этих всех пенок. Но вот просто я такое хотела давно попробовать. И вот от Насти, в принципе, предоставляется такая возможность. И я в ближайшие дни его затестю. Ну и потом, наверное, или в пустых баночках, или просто отдельное видео засниму и покажу. Скажу свое мнение. Ну и у нас тут инструкция по применению. По-моему, аж на китайском. Хотя нет, вот здесь даже на русском есть. Ну да, сначала помыть, потом лосьончиком, потом кремиком. Я не знаю, сфокусируется у меня камера, не сфокусируется. Далеко я держу, близко. Ой, падает оно. Ну, а я думаю, кому интересно, просто в Яндекс забейте этот клиник и почитайте. Вот такую вот первая часть. Потом у нас тут был кремик и блеск. И тут мне, ух ты, мои любимые конфеты. Я вообще сладкоежка. Я, кстати, вот несла посылку, думала, будет там что-нибудь. У меня все-таки разлетелось, точнее, аккумулятор. И я даже успела уже затестить, пока она заряжалась. Кремики. То бишь, этот маленький наборчик. Ну и распотроните до конца посылку. Думаю, проблемы не будет, если вы не увидите коробочку из-под посылки. Зато я вам скажу свое мнение по поводу этих маленьких средств. В общем, попробовала я вот этот гелик. После него кожа совершенно не стягивается. Хороший такой. Единственное, что на мне в первой части обзора был блеск. Точнее, бальзам. Ну, поверх еще блеск. Эйвановский бальзам. Я его, правда, забыл достать, чтобы показать. Но, думаю, вы у меня как-то его видели в одном из обзоров. Это зеленая такая помадка китайская или какая еще с этого с Олега. Я когда-то покупала, может, год или два назад. И она оставляет потом такую проявляться, как розовым, ярко-алым таким цветом. Очень термоядерная, термостойкая. Не знаю, как вообще сказать. Но, в общем, чем я ее только не пробовала смывать. И гидрофильным маслом. Правильно обозвала. А то опять мне... Ну, в общем, если что, поправите меня в комментариях. Это масло с водой. И тоником от Фаберли, Каталенки. Привет тебе, ты смотришь меня. И пенкой Эйвановской. Вплоть даже к гелям для душа и фраше. В общем, он чуть-чуть мне помог. Ну, короче говоря, очень термостойкая такая помадка термоядерная. Термоядерная, устойчивая очень помада. И вот он не смывает помаду. Он, не знаю, насчет хорошо очищает или нет. Но умылась я хорошо, такая свеженькая чувствуется кожа. Кожа не стянутая, ничего. В общем, я даже написала себе шпаргалку. На всякий случай, первые свои впечатления. Там пенка кожу не стягивает. Тоник слегка посибывает. Потому на глаза не рискнула. Это вот чисто вот. Ну, иногда у меня такой почерк. Там у меня тут какой-то листик. Ой, блин. Не поверите. Это у меня еще листик. С времен, когда я летала в Кенигсберг, в Калининград зимой, в феврале. И у меня там были эти распечатки электронных билетов, регистрации на самолет. В общем, вот эта вот бумажка отпугала еще. В общем, потом я, соответственно, вот этим тоником, да, вот он слегка пощипывает кожу. Я обычно еще глаза протираю, но тут я не рискнула. Но недолго такой эффект. В общем, ну, немножко странненький такой эффект. Но мне, в принципе, не скажу, что мне не понравилось. Но вполне нормально. И потом, через какое-то время, я нанесла вот этот кремик. Кремик, кстати, сейчас покажу. Он такой желтенький. Не знаю, можно сказать, даже плотный такой консистенции, не липкий. Еще раз. Ну, и довольно быстро впитывается. Слегка вот кожа, ну, может, так вот. Чуть-чуть остается там как-то его. Его, конечно, не ощущаешь на коже, но там, ну, может, минуты 2-3 он еще вот так подглаживает. Относишь, вот слегка липковатая кожа, слегка просто чувствуется такое. Мне кажется, он хорошо увлажняет, потому что я вот с ним уже вот несколько часов хожу после его нанесения. И ничего такого не почесать, не поерзать. В общем, к коже прикасаться лишний раз не хочется. Никаких таких негативных отзывов сказать не могу. В общем, мне вот этот набор очень понравился. Большое спасибо Насте. И за эту четвертую поменяшку, и за возможность это попробовать. Не знаю, я вообще, может быть, в легоше, когда куплю, если вдруг приспичит, полноценный формат. Хотя у меня, в принципе, сейчас пенок всего такого уходовых средств дофига. Я не очень уверена, что у меня сейчас тихий голос. Я забыла, что я вроде как пишу ASMR-ное видео, да. Потом, в этом пакетике тут вообще все это пакетико было, но пакетики я уже распотронила, соответственно. Была вот такая вот хренатенька средства для снятия макияжа с лица и глаз. Молочко, тоник, жидкое для снятия макияжа с глаз. Это три в одном. Вообще, я ее не очень хотела, но Настя мне ее положила. Я думаю, может, я ее кому-нибудь подарю, потому что, во-первых, я глаза не крашу. Пенки для умывания у меня сейчас завались, особенно в белорусских. С прошлой Настиной с Настей поменяешь у меня пенка белорусская. Еще гринмамовская и фрашевская, заговариваясь, извиняюсь, эйвановская, стоит вот это мусиком. Ну и вообще, у меня там сейчас, по-моему, четыре пенки вместе с Настиной в белорусских для умывания. Кстати, ту я с розой протестила, но она, конечно, бальзамы не смывает, но просто как для умывания хорошая такая. Не стягивает хорошая пенка. Ну, потом в пустых баночках, когда она когда-нибудь закончится, про нее расскажу. В общем, тут у нас Эвелин косметик. Опять это гиалуроновая. Надеюсь, правильно в этот раз прочитала. У меня что-то там все заклевали в комментариях тогда кислота и растительные стволовые клетки. Я не знаю, у меня подружка Женька периодически жалуется, что ей нечем смывать там с глаз. Она обычно васильковой водой. Гринмамы пользуются, но давно уже бы меня не заказывала. Да я чуть-чуть гринмаме давно ничего не заказывала. В общем, может, я ей предложу, может, еще кому. Ну, а думаю, найду ей применение. В общем, спасибо за нее. Она так упакована, все было, так одевала. Ну, я вам показывала в первой части видео. Потом вот такой кремик. Я как раз, ну, я знала, что он придет. Это у нас Бабушка Агафья. Содержит гириалуэ цельный, целебный. 25% экстрактов. Натуральный дневной влажняющий крем до лица. До сухой, тщательная кожа. Малина, лесная малина, шалфей, радиола, розовая, аптечная формула с биоэстрактами. В принципе, Бабушка Агафья мне нравится раньше. Все-таки, наверное, у меня не АСМРная, получилась просто тихая. Я не знаю, я там в скобочках напишу от АСМР от Лёли с пометкой. Ну, АСМР от Лёли вообще странненькая такая. Я сама такая странненькая. В общем, Бабушка Агафья мне очень нравилась раньше. Мне и шампуни такие были, и пены для ванн. Мне давно не знаю, вот сколько ей уже лет этой фирмы. 15, больше, да. Мне дарила мамина подруга Лена. Одна из, не та, которая, ну, в общем, другая Лена. И там вот был от Капина Дзаван. Желтенький такой пузырочек большой. И в нем колосок такой пшеницы, кажется. В общем, ну, мне нравится Бабушка Агафья. Вот такой вот кремик. Ну, я его потом тоже заюзаю, когда у меня закончится какой-нибудь из них. Или параллельно. Тут у нас вот эти вот конфетки, которые я уже показывала. На мне сейчас этот блед для губ, который вот я знала, что она его пришлет, потому что я, ну, как бы сказала, да, вот это я хочу. И вот он сейчас на мне, такая интересная, кстати, кисточка. Вот. Как бы такой лопаточкой. Блин, без зеркала-то как-то неудобно. Он такой приятный и по запаху, и, ну, можно сказать, по вкусу. Я не могу сказать, чем конкретно, но такой интересный. Вот. Это у нас Катрис. Что за Катрис, не знаю. Так, и что у нас еще было в довесок? В довесок у меня были вот эти тени от Арифлейм. Я, правда, тенями не очень пользуюсь. Это не совсем мои цвета, но я рисую тенями иногда на акварельной бумаге. У меня, даже не поверьте, валяется где-то Рубирос. Такие еще раньше были. Я не знаю, существует эта фирма сейчас. У меня где-то лежит коробка, и вот с тенями я иногда достаю, вспоминаю про нее и рисую. Что-то у меня даже есть в интернете с тенями нарисованное. Ну, или, может, если у нас, будучи участвовать в театре книги, у нас там периодически надо марафетить глаза. Я, правда, это не делаю. Но что мы вместе с Машей обычно небольшие терки у нас получают с моей подругой. Потому что она считает, что глаза должны выделяться. Ну, говорю, нафига глаза выделяться, если все равно говоришь с ртом, а не глазами. Потом за очками фотохромные, сколько не выделяй, все равно это как-то не очень видно. В общем, возможно, я просто возьму с собой. Ну, или, может, кому подарю. В общем, найду применение. Тоже спасибо за довесок. И что у нас еще? Значит, а, еще хочу сказать, я просто уже заходила потом после почты в Дикси наш. Вот такой гель для душа. Конечно, я еще сладкого купила, но сладкого уже нету. Не успела она даже. Там было два таких вот. А на самом деле он, по-моему, уже год стоит. На него то скидка, то не скидка. Я его за 55 рублей брала. Тут у нас 260 миллилитров. Это гель для душа. Skin Juice. Что это у нас такое? В общем, по составу я почитала еще тогда. И вообще он на меня смотрел и говорил, «Лёля, ну купи меня, ну хватит на меня пылицах, ну купи, ну купи, 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 купи». Говорят, что продукты разговаривают только с шопоголиками. Во мне иногда просыпается шопоголик. Прекрасно очищает кожу, делает ее гладкой, бархатистой и нежной. Ну, я почитала, еще помню тогда состав. Думаю, ой, блин, химия одна нахуй. Ну, вообще никакого там экстракта какого-нибудь, кроме валы, да. И тут опять почитала этот состав. Ну, тут он до 13 ноября 2018 года. Я что-то думаю, ну, он на меня смотрит розовый. Мне что-то как-то не понравилось. Решила такой взять. Это типа шампанское, да, тут шоу-гель. 260 миллилитров. Ну, и я это думаю, раз он на меня смотрит. Надо, наверное, его купить. И я его купила. Потом я, соответственно, его попробую. Ну, и в пустых баночках расскажу. И, соответственно, у меня в начале были такие бусики мои самопальные, которые кто-то у меня из подписчика говорил, что вот, сними эти железячки. Это не железячки, это серебро. И нацепи на себя то, что ты сделала. Вот я нацепила на себя. Но на самом деле у нас очень холодно. Я сижу вот тут. На мне вообще шерстяная юбка красная такая, цыганистая. Я сегодня одной няшей в личку писала, что вот достала Лёля цыганку. Достала юбку, но Лёля жирную цыганку. Юбка не застегает. На самом деле она застегается, но талия... В общем, она застегается на талии. Я привыкла, что вся одежда такая, брюки или джинсы, там, юбка, должно быть ниже талии. Заниженной талии, на бедрах, короче говоря. Думаю, может мне это вскрыть прямо при вас. Это же типа АСМР там вообще, какое-никакое. Что-то никакого бабаха нету. Тут обычная такая крышечка. И оно ничем не пахнет. Вообще ничем. А вот так пахнет. Честно сказать, я никогда шампанское не нюхала. Не знаю, как оно пахнет. Я знаю, что я его не люблю. Но кооперативное, мерзкое. Вот ананаса шампанском хорошо. Только ананаса достать, потом а шампанское было-нибудь вылить. Что-то с шоколадом и чем-то таким, как горчить немножко. Ну, такое интересно. Потом посмотрю, как оно в деле. Я вообще на самом деле там варится картошка. Не поверить, я так по ней все скучилась. Вообще терпеть не могу чистить картошку. Но вот пока в деревне было чистило. Не то, чтобы с удовольствием, но чистило. И сейчас. Ну, такое изнутри как переливается. Так-с. Чё-чё-чё-то такое рассказать. А тут такая цена была, наверное, за неё потянуть. Дёрни за веревочку, дверь откроется. В общем, ну, ссылка на канал Насте будет, соответственно, под видео. И потом на видео, когда она запишет обзор, как я уже говорила, какая энергия есть сегодня на хаунии. Все, конечно, я не осею. Ну и вот это. Там часть сладкого шоста, ладно. Вообще я их решила попробовать. Это диксевые какие-то улитки. Я боялась, что там будет эта белая прослойка, которую жрать нельзя. Ну, и мне она не нравится. Но она довольно вкусная. Она получилась, как эти лимонные дольки, только их закручили. 39 рублей удовольствие. Советую. Так. Ну, я, конечно, тут у меня слегка бардак. Вообще не поверите. Сегодня в сумке обнаружила. Она со мной, когда я у родни ещё была, делала компьютер. И вернулась в том деревне. В общем, она со мной не ездила, наверное, в сумке. Ездила, а чё в ливериной сумке только нет. Сумбурный такой обзор. Я, конечно, надо было заранее завредить, наверное, фотоаппарат, чтобы он вот так не порвалось, ничего не обрезалось. Потому что частично мысли у меня уже ушли. Я тут уже попереводила с Рябоку, поругалась на него. Всего лишь 20 страниц. Не поверите. Ну, там такой брит, что мои мозги умерли. Ну, и, в общем, вот так. Я тут в такой прострации была слегка. Да, было, конечно, немножко настроение... Ну, я, конечно, рада. Получила посылку, не поверьте, она 666 грамм весила. Когда увидела с телефона в деревне на щеке, я там на сегре пишу 666. Тут пошла за числом сатаны. Да, сатана, кстати, женщина. В общем, ну, наверное, всё. Но пора закругляться, потому что я опять забываю, сколько я говорю, что 17 минут вместиться. У меня не выключился футик раньше, чем я договорила, да. Потому что на HD у меня на 17 минут только рассчитано. На квадратный экран там на 29 минут. В общем, если вы досмотрели до конца, если вы даже словили мурашки, я подозреваю, что всё-таки хоть не очень громко говорю, но при этом и не очень тихо. В общем, если вы досмотрели до конца, словили удовольствие, что-то новое узнали, захотели купить эти мармеладки, то я очень рада. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!